всем привет вы на канале про яшиц и сегодня вы узнаете кто же это облефар и почему он так называется погнали почему облефар так называется его название произошло от латинского и греческого облефарис греческих слов эо хороший и блефар веку то есть хорошие веки и да эти гекконов так называли потому что у них хорошо развитые веки теперь рассмотрим где живут эти удивительные животные они предпочитают засушливый климат а точнее их можно встретить на юге-востоке афганистана на востоке ирана ну и других местах их можно увидеть на каменистых склонах невысоких гор почти лишенных растительности сухих и полупустынных степях сухих редколесье там во всяких пустыне в общем облефар это рептилия точнее геккон который ведет сумрачный образ жизни что это значит а это значит что днем они спят а когда начинает темнеть они выбираются из своих укрытий и отправляются на охоту они хорошо видят темноте их содержит качестве домашних животных они очень милые и неприхотливые них огромное количество окрасов то есть морф также цена облефара зависит от морфы если морфа редкая то соответственно цена будет дороже например самая редкая и очень дорогая морфа это black knight у него черный тельце а по сути кто бы мог подумать что это обычный нормал только более темный цены на блефаров колеблются от 3 до 20 или более тысяч конечно же нет плохой морфы или некрасивый даже самая обычная морфа очень яркая и привлекательная на видео предположительно у блефар морфы гиппо тенджер да и это пока более детский окрас и он чуть изменится есть морфы альбиносы таких тоже много есть разные желтые оранжевые серые белые черные но и другие главные плюсы и минусы содержания у блефара начнем с плюсов во первых это очень бюджетные домашние животные по сравнению даже с теми кошками или собаками террариум или контейнер стоит по-разному контейнер дешевле обойдется корм повседневные нет сверчки и тараканы из редко лакомства такие как мучные черви или зоофобос он также стоит совсем дешево также укрытие поилки и грунт декорации все тоже выйдет не совсем дорого им не нужна ультрафиолетовая лампа так как говорил с ранее что это сумлечные рептилии номер 2 чистоплотность как вы уже знаете у меня и у сестры живет брыдка ящерица и у блефар знаете какое различие у них есть брыдка ящерица ходит куда попало а у блефар ходит только в одно место мне не приходится мыть весь террариум достаточно просто положить туда бумажную салфетку придется убирать только ее приручение как все наверное знают а блефар это в первую очередь социальная рептилия то есть он вполне нормально воспринимает когда его берут на руки он может даже вздремнуть у вас на руках притки тоже приручаются кто говорит что нет это полный бред они за неделю две могут приручить номер 4 очень милые да посмотрите на их мордашки это улыбка а эти просто нереально красивые большие глаза и разрез глаз а это бархатистая кожа с пухлым хвостом правда мило причем все они разные но я плюс может быть бесконечно давайте теперь разберем минусы номер один образ жизни ну это не совсем минус но блефары выползает под вечер из своих укрытий если вы хотите наблюдать за питомцем то днем он все равно будет в укрытии спать конечно все они разные и одни спят днем а другие нет и это нормально номер два минус это коль вы можете подумать так что эвушка такая милая наверно есть ягодки фруктики и цветочный мектар но нет это хоть и милые но хищники те кто боятся насекомых даже замороженных но хоть это углепар есть выход просто покупайте такой желе может найти магазинах в нем содержится все что и в тех же самых сырчках номер три одиночное содержание вам бы наверняка всем хотелось наблюдать как живут несколько блефаров но есть одно но а у блефаров можно содержать группами только если самец и примерно 4 самки просто самки но самцов ни в коем случае нельзя содержать вместе так как они будут драться за территорию но это наверное пока все наше видео подошло к концу если ты досмотрел этот ролик до конца то ты теперь точно знаешь базовую информацию об этих необыкновенных рептилиях можешь дополнить меня в комментариях всем пока